С первых минут полномасштабного вторжения российских войск изюмский батальон 113-й Харьковской отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины стал на защиту рубежей города и области. Бойцы батальона участвовали и в военной операции осеннего контрнаступления, освобождали изюм и близлежащие населенные пункты. Позже их бригаду перебросили на Бахмутское направление, ну а сейчас бойцы батальона вновь базируются в Харьковской области. Там обустраивают линию обороны, чтобы противник не смог снова зайти на украинскую территорию. Как работают саперы, на чем тренируются операторы аэроразведки и какая ситуация сейчас на границах Харьковской области. Репортаж Натальи Белокудри. Это взрыватель для мины ТМ-62М МВЧ-62. Мина, соответственно, без взрывателя безопасная. Это просто кусок тортила в металлической оболочке. Взрыватель вкручивается в мину. Снимается предохранительная ЧК. И он взводится. Александр, один из саперов изюмского батальона, показывает, как перевести мину в боевое положение. Через несколько минут их экипаж отправится на границу Харьковской области с Россией. Там украинские военные минируют приграничную зону. Командир саперного подразделения батальона показывает, как правильно, согласно военной науке, выстраивать минные поля. Працюем. Вот это норма на сегодняшний день. Работаем. Вот это норма на сегодняшний день. Малозаметное препятствие. Самая первая линия будет ставиться. МЗП Путенко. Вот на третьей линии рубеж. Противотанковые мины. ТМ-62М. Между ними будет стоять тоже сплошная линия взрывчатых противопехотных. Едем на задание. Военнослужащий с позывным студент рассказывает, что им нередко приходится работать на нулевых позициях. Чтобы построить заградительную линию, сначала нужно было все разминировать, так как после деоккупации часть Харьковской области практически сплошное минное поле. Очень много неразорвавшихся снарядов, субэлементов из-под кассетных боеприпасов. То есть мины проще в данном случае найти и обезвредить, чем искать все то, что осталось от обстрелов, какие-то склады тоже, которые возможно заминированы. Это не на один год, это затянется на десятилетия. И опять же, очень много сельскохозяйственных территорий, особенно в Харьковской области, загрязнено взрывчатыми веществами, боеприпасами, не разорвавшимися. Внимание! Подрыв! Кроме саперного взвода, в Изюмском батальоне организовано очень мощное подразделение аэроразведки, говорят военнослужащие. И днем, и ночью они онлайн, ведут наблюдения и обеспечивают трансляции хода боевых операций для командования. Сейчас ребята тренируются на симуляторах управлять дронами Камикадзе, которые существенно отличаются от привычных Мавиков. Используя шлем в виртуальной реальности, оператор становится практически пилотом квадрокоптера. «Подключили пульт, подключили шлем. Сейчас то, что происходит на экране, я вижу в шлеме. Запускаем дрон и начинаем лететь». «Благодаря симуляторам, пульту и шлему мы можем научиться лучше летать на FPV, дронах и сохранить больше дронов». Анатолий Козловский – кадровый военный, один из офицеров Изюмского батальона. Он работает совместно с аэроразведкой и артиллерией всей бригады. «Аэроразведка, допустим, мне данные, я прямо на мобильный телефон вижу в любом месте и есть подтверждение, собственно говоря, попадания. Вот я вижу, что горит, я знал, что там цель была, раз горит, значит попали». Козловский говорит, противник ежедневно ведет обстрелы всей линии обороны Харьковской области. «Единственное, что я вам скажу, что мы стреляем по их расчетам и по их целям, они стреляют не совсем точно, попадают в жилые дома, где нет военнослужащих. У нас, в принципе, мы не живем в жилых домах где-то еще, поэтому попадают, к сожалению, и страдает мирное население. Иногда, ну я просто назвал бы скорее, ну какие-то террористические акты, они просто учатся куда-то стрельнуть, а понимание, куда они стреляют и что они делают, нет». Мониторить ситуацию, защищать рубежи Харьковской области и проводить обучение новоприбывших военнослужащих для Изюмского батальона сейчас первоочередное задание. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, Харьковская область. Для телеканала «Фридом».